Глубоко уважаемые председатели, глубоко уважаемые коллеги, очень приятно видеть полный зал. Вот это, я думаю, отражает типичную ситуацию большого интереса к телевизионной патологии у наших коллег. И думаю, что это вполне понятно, потому что количество этих больных, а мне хорошо видно, вот, думаю, что это понятно, потому что действительно количество таких больных постоянно растет. Если же эти пациенты пришли очень поздно или были, скажем, неадекватно оперированы, то вот их ждут такие не очень, совсем неприятные перспективы, потому что 80% больных погибают от удушья в результате местного распространения этих карцином с компрессией органов шеи и средостенья. Целью нашего исследования был поиск рационального объема операций у неоперабельных больных нерезиктабельным, локально-агрессивным, популярным, фолликулярным или медулярным раком. Почему неоперабельных, почему нерезиктабельных? Потому что сегодня я как раз коснусь той группы больных, у которых, которым было уже отказано, которые перенесли много вмешательств, в итоге им было отказано в последнем вмешательстве, и они вот, так как мы работаем и по неотложным показаниям, и в плановой хирургии, то в итоге эти пациенты пришли к нам. Вот расширенных, комбинированных или сочетных операций мы выполнили, выполнили у 80 больных, а операций более 1000 у этих больных, потому что многие из них нуждались в многоэтапном лечении. И вот сегодня как раз речь пойдет о 145 больных, которые составили 16,5%, вот как раз об этих больных, которым в операции было отказано в других учреждениях. Средний возраст этих людей 57,7%, и вот они были оперированы по неотложным и срочным показаниям. Естественно, выполняли то исследование, которое мы успевали по состоянию и возможностям этих пациентов. Среди них были больные с папиллярной, фолликулярной, медулярной карциномой. Но вот эта табличка отражает как раз наиболее агрессивный характер роста опухолей медулярных, потому что если взять, принять вот 158 больных медулярным раком, то 56% из тех, которых мы оперировали по неотложным показаниям, вот как раз составили больные медулярной карциномой. Куда опухоль распространялась, вы видите, во все мышцы шеи, имеется в виду и с коленной, в том числе, потому что это Т4, мышцы гортани, возвратный гортанный нерв, трахею, гортань, крупные сосуды, пищевод. То есть показания здесь были жизненные. Какие операции мы выполняли этим пациентам, как вообще пациентам с запущенными карциномами щитейдной железы, о которых я говорил, 880. Тут вопрос окончательно не решен, потому что существует две противоположные точки зрения. Часть специалистов, и они составляют большинство в настоящее время, считают, что можно выполнить и нужно выполнять органно-сберегательные операции, насколько это возможно, на трахею, пищеводе, гортане. Что имеется в виду? Имеется в виду или шейв-резекшн, то есть бреющие резекции, может быть, с сохранением клеток опухоли в краях резецированного органа, если опухоль не прорастает в просвет аэродигестивных органов. Если она прорастает в просвет, но не более чем на 1 треть окружности, возможно выполнить боковую резекцию каждого из тех органов, о которых я говорил. Ну а если более половины и дальше, тогда надо выполнять циркулярные резекции, потому что другого выхода у нас нет. Как часто это мы делали, вы видите на этом слайде. Чаще всего все-таки были бреющие резекции, это по отношению к трахею, гортане, ну и глотке и пищеводу тоже. Вот если сравнить результаты лечения тех больных, которых мы оперировали в один этап, то есть операция была обширной, длительной, напряженной, и с теми больными, с теми, которых мы оперировали в 2-3 этапа, то все-таки при большой запущенности карцинома и при большом возрасте больных мы считаем, что правильно прибегнуть к вмешательствам многоэтапным, потому что больные после этих операций не умирают, что самое главное. А что тут, собственно, обсуждать? Наша задача, главная задача, это чтобы больной ушел своими ногами, а не вперед. Ногами. Что касается одноэтапных, к сожалению, даже у молодых людей, возможно, тромбом болею в послеоперационном периоде, и вы проработали 4 или 7 часов, а итог получается печальный. Послеоперационная летальность у нас достигала в этой ситуации 5%, и мы вот так стараемся разделять эти вмешательства на этапы. Теперь вторая таблица сравнения. Это объем комбинированных операций. Что значит комбинированные? Мы вообще классифицируем эти операции в соответствии с предложением Бориса Евгеньевича Петерсона. Его уже нет давно, к сожалению, а вот дело он сделал очень хорошее. Комбинированные операции имеются в виду, когда удаляется железа с резекцией окружающих органов шеи. Распространенные операции, когда, расширенные операции, когда удаляется не только железа и регионарные лимфоузлы с одной стороны, но с двух и средостений и так далее. Ну и, наконец, палеоактивные объяснять не нужно. Вот мы сравнили результаты вот этих обширных циркулярных резекций, которых мы выполнили в этой группе 27 пациентам. Послеоперационная летальность 7,5%, 5-10-летняя выживаемость 35,7% и, соответственно, 7% десятилетняя. Когда выполнили органо-сохраняющие операции, бреющие резекции, о которых я говорил, окончатые резекции, послеоперационная летальность 4%, и при этом 5-10-летняя выживаемость, как вы видите, 80%, и 76-10-летняя выживаемость, по-моему, тут комментарии излишни. Естественно, осложнений было значительно больше, чем у тех больных, у которых выполнялась операция просто на щитовидной железе, и, как некоторые наши сотрудники говорят, называют, они их не очень хорошо, а легкомысленно. Что касается специфических осложнений, 13%, я имею в виду, сюда входят повреждения одного или двух нервов и временный гипопаратериоз. Ну, не специфические, да, кровотечение и раневая инфекция, и лимфорея, и повреждения симпатического ствола, и свечи тоже были. В общем, получается, специфических около 14%. Так, тут что-то непонятно. Ладно, мы пропустим его. Если взять общую группу больных, которые в этот период мы оперировали, конечно, число осложнений было значительно, резко отличалось. Это повреждение нерва – это полпроцента, двух нервов – 12 сотых, а гипопаратериоз – 4 десятых. Но больные другие. Степень распространения опухоли другая, но, естественно, летальность другая. Что касается продолжительной жизни этих больных, я уже об этом говорил. Я вот, не знаю, как-то не видел у других, но, наверное, другие тоже считают. Я вот считал, сколько лет нам удалось сохранить для этих 145 лет, 145 больных. Сколько вместе они еще прожили после наших вмешательств? 783 года. Мне это понравилось. Это все то, о чем я говорил, говоря о выживаемости после органо-сберегательных операций и циркулярных резекций. Видите, что худшие показатели выживаемости у больных, которые перенесли циркулярные резекции. Это вот красный график. Продолжение следует...